Сегодня еще в одно небольшое село края провели высокоскоростной интернет. Таким образом, на Ставрополье реализуют федеральную программу по устранению цифрового неравенства. О том, как быстрый доступ ко всемирной паутине меняет жизнь селян, расскажет Александр Григоров. Wi-Fi для них уже не роскошь. Семья Кириченко стала первой в селе Крымгиреевскому, у которой появился высокоскоростной интернет. Пока его больше используют не для развлечения, а для просвещения. Людмиле, учительнице начальных классов, он теперь помогает лучше готовиться к работе. Много очень по уроку можно информацию дополнительную, не где-то искать в литературе, а сел, забил и быстренько тебе уже вся информация. То есть меньше времени ты затрачиваешь на подготовку урока с интернетом, чем раньше искали мы по книгам. Не прочь покорить всемирную паутину и старший член семьи Раиса Федоровна. Помочь освоиться в соцсетях, ставить лайки, добавлять друзей ей обещали внуки. Конечно, хочется освоить, пообщаться с кем-то хочется даже в соцсетях. Есть же и одноклассники еще живые, и родственники где-то далеко живут. Теперь доступ к интернету смогут получить все жители села. Хотя до этого дня он был всего 15 человек. При этом скорость соединения оставляла желать лучшего. На всех 15 было всего 2 мегабита. А сейчас мы, когда обеспечили работу вот этого оборудования, мы можем каждому подключить, каждому 2 мегабита и более, в зависимости от того, какая линия у абонента. Таким образом, на Ставрополе реализуют федеральную программу по устранению цифрового неравенства. Трехстороннее соглашение было подписано Минкомсвязи страны, правительством края и компанией Ростелеком. Было определено 136 населенных пунктов на территории Ставропольского края, которые должны в период с 2016 по 2018 год подключены к шагрополосному доступу в сеть интернет. Сюда попали населенные пункты численностью от 250 до 500. Здесь есть школа, здесь есть детский сад, здесь есть крупное сельскохозяйственное предприятие, здесь есть фермеры. Поэтому совместно с Министерством промышленности, энергетики и связи и Ростелекомом осуществили вот этот проект. В честь этого события в местном Доме культуры устроили праздничный концерт. Интернет встречали хлебом и солью. А после праздника местные жители поспешили домой осваивать виртуальный мир. Кстати, это лишь первый шаг по интернетизации села. В следующем году оптоволоконную линию проведут внутри населенного пункта. Это значит, что и количество абонентов увеличится, и скорость подключения значительно вырастет. Александр Григоров, Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение, из Андроповского района.